приветствую всех на канале мотковод с вами я юбок игорь моя любимая машинка машинка привет так друзья сегодня 4 сентября сегодня чуть-чуть потеплело где-то около 12 раз если вчера было около 10 сегодня немного теплее пришли сделать кое-какие манипуляции тут нам надо забрать в магазин пересмотреть нету ли какой-нибудь неплодные матки открыть литок переставить их на нужное место проверить на клеща в том же первом отводки мы пришли открыть матку и хотел ответить на некоторые вопросы будем работать друзья и сразу же отвечать на вопрос но смотрим на клеща тут тоже видим что есть ну как бы остатки метаболиты восковой моли клещ так что у нас клещом раз два три четыре пять шесть около десятка немного клеща клеща немного и так значит друзья будем отвечать на вопросы вчера когда я открывал не открывала забирали бумаги проверяли нету ли неплодной матки и кто-то задал вопрос а разве не плодная матка не может перейти через ганемановскую решетку но это конечно по неопыльности человек спрашивает молодой какой-то начинающий пчеловод потому что большинство пчеловодов знает что матка не должна проходить ну нормальная полноценная матка не должна проходить через ганемановскую решетку так как не пускает ее в ганемановскую решетку, ее грудка. А грудка это такая, скажем так, член тела, который особо неизменчивый. Хотя визуально, если присмотреться, когда матка в полном разгаре как бы яйцекладки, заметно, что грудка тоже стает больше. Но тем не менее, она не такая, как хвост. Зимой маленький, а весной большой. Соответственно, вот грудка, ее размер грудки не должен проходить через ганемановскую решетку, будь она молодая, будь она плодная, будь она неплодная. Ну, друзья, тут не вижу, тоже скупчин пчел нету, соответственно, это говорит о том, что неплодных маток в гнездо мы не натрясли. Так, подавим трутня. Попадаются ли у нас такие неплодные матки, которые пролезают через анимановскую решетку? Друзья, для того идет и выбраковка. Идет выбраковка на стадии маточников, идет выбраковка на осмотр, как бы сказать, осмотр нуклеуса на выход неплодной матки из маточника. Если не устраивает, конечно, сразу это надо давить, потому что потратите время, пройдет 12-15 дней, она начнет сеять, а визуального товарного вида она не имеет. Это не значит, что она как бы не будет сеять или что-то, но она все равно будет неполноценная, скажем так. Так что бывает, но довольно низкий процентаж и особо мы за это не переживаем. Так, что у нас тут имеется? Сегодня мы тут ничего не делаем, видим лежит клеточка, пчелки гудят, видим, что они опять спичку нашу украли, опять нашу спичку украли, будем закрывать и пускай висят. Завтра откроем отверстие матки и пускай ее выпускают. Также был, друзья, вопрос по поводу того, ну, вопрос, касаемый зимовки нуклеусов. Не проще ли, типа вот эту всю процедуру, не проще ли перезимовать? Ну, опять же, это только от тех звучит, от молодых пчеловодов, которые еще об этом особо мало что знают. Друзья, для того, чтобы микронуклеус перезимовал, надо выработать технологию. Вот, например, наши никак не предназначены для зимовки, так как у них верхняя планка предназначена как потолочина. Соответственно, если даже скомплектовать как-нибудь два, ну, как бы по два корпуса, чтобы высота, увеличить высоту рамки, все равно не получится, так как вот этот переход не даст пчелам переходить. Ну, это очень затратно и оно, как на мой взгляд, совсем невыгодно. Для чего вообще некоторые матководы пытаются, чтобы оно зимовало? Для чего? Для того, чтобы ранней весной была возможность чего-то заселять. Друзья, мы эту проблему решили улем ППУ, так как в них развитие весеннее бурное, массовое, и оно позволяет взять здоровую молодую пчелу, которая отстроит в раз сотик, и все будет благополучно. Потому что те пчелки, которые даже перезимуют в этих маленьких семейках, все равно они не будут такого качества, такой силы, как бы они были в пчелиной семье. Все равно они из-за нехватки вот этого всего объема, из-за различных факторов, они будут более слабыми. И тем более мы практикуем зимовать, о, не зимовать, а я забыл стрясти. И практикуем заселять нуклеусы только на ващину. Заселять нуклеусы на какую-нибудь старую рамку, сушку, нас не интересует, так как в течение сезона это уже потемнело, почернело, покоричневело. До конца следующего сезона, если эта рамка добудет, она уже будет такая черная, как сапог резиновый. Соответственно, в таких сотиках будут рождаться мелкие пчелки, которые не будут иметь никакого товарного вида, скажем так. А, конечно, открываем, надо его, Машенька, перенести. Да, нажми на паузу. Так, друзья, перенесли его сразу же ближе, там, где он должен стоять. Вчера поставили в то место, так как вчера уже обещал день быть теплым. А тут солнце светит в какой-то определенный промежуток времени, так как дом чуть-чуть дальше, и солнце все-таки попадает. Чтобы не перегревать улей, мы его поставили ближе к дому, чтобы тень на него падала. Так, открываем, друзья, им леток. И будем открывать, друзья, матку в соседнем уле. Подходи, Машенька, покажи, сколько тут пчелок. Вчера день был хороший, летный. Пчела массово летала до нашего нуклеусного парка, отсюда напрямую около километра. Сказать, что большая часть слетела и остался улей без пчел, нельзя. Видим, заполнены все улочки. Все более-менее благоприятно. И будем работать. Ай-яй-яй-яй. Друзья, прилипла. Клиточка. Чуть не открыл. Видим, маточка ходит. Живая. Все нормально, пчелки тоже ходят. Частые вопросы по тому, стоит ли выпускать пчел те, что с маткой пришли. Друзья, ну, честно скажу, я не вижу в этом необходимости. Надо выпускать? Не знаю. Я не выпускаю. Вот видим, у меня пчелы остались с маткой. Я не выпускаю. Так как вот сейчас, два дня, скажем так, если бы без пчел, она бы сидела там сама. Кто бы ее обслуживал, кто бы ее обращал на нее внимание, получается никто. Видим, что маточка стала меньших размеров, нежели в тот момент, когда подставлялась в улей. Так как ее за этот период особо никто не кормил, соответственно, она и стала поменьше. Так, поставили, друзья, матку. И закрываем улей. Значит, пчел я не выпускаю, пускай в этом году. Ну, такой метод приема маток мы начали практиковать, друзья, с прошлого года. Если раньше мы выдерживали двое-трое суток закрытую матку, мы потом сразу же открывали два отверстия для и маленькое, и большое. Прием в таких случаях был хороший, больше 90%. Даже 95% он всегда практически был. Были определенные семейки, которые, ну, бывали за первым, за вторым разом не хотели принимать. По какой-то причине, ну, причин там много, искать это нет смысла. В этом, в прошлом году мы начали практиковать сначала маленькое и через три дня большое. Процент приема увеличился до 99%. В этом году в каждое подставленное нами матка принималось всегда на ура. Буквально, друзья, одна была у нас проблемная такая семейка, которая три матки у нас не приняла, приняла только четвертую. Это был последний стартер, который, ну, пробыл без маток больше 100 дней и сразу не хотел принимать. Но четвертую принял. Я ее все-таки домучил и приняла благополучно. Как раз вчера, позавчера смотрели, приняли, матка начала сеять. Так что лучше таким приемом, нежели каким-то другим. Не надо вам. Не колпачки, ничего подобного. Также был вопрос вчера. Друзья, означает ли, друзья, то, что в кормушке пчелы перестали брать сироп? Означает ли это, что пчелам уже как бы хватит и они из-за этого не берут сироп? Ну, друзья, может и это оно обозначать. Но также может это обозначать и то, что у вас в гнезде мало пчел и им уже просто нет возможности забрать. Это еще может обозначать то, что сироп под кис и они его не берут. Потому что кислый сироп из кормушки пчелы не будут охотно брать. Они его очень будут неохотно брать. Но если вы его возьмете и вылейте где-нибудь на улицу, его заберут за секунду. Будь он кислый, будь он не кислый, пчелы его заберут на ура. С кормушки будут очень трудно его брать. Также это может обозначать то, что ночная температура холодает. Пчел, обсижность пчел не густая, которая бы позволила и сидеть на расплоде, и обслуживать гнездо, и еще ходить в кормушку. Соответственно, они на ночь собираются в гнездо, а только днем понемногу уберут. У нас последняя подкормка была первого числа, сегодня четвертая. Сказать, что все съели сироп тоже нельзя. Вот, например, еще наблюдается практически пол кормушки. Ну, чуть меньше, конечно, чем пол кормушки. Тут даже больше. Тут тоже побольше. Мы из практики тоже знаем, что последнюю подкормку, так как мы кормим, тут тоже много. Мы последнюю подкормку даем довольно так, о, говорю, мы кормим пчел, ну, так, сильновато. И из практики знаем, что если мы даем, пускай будет так, в прошлом году мы вроде бы дали 5-го числа, и когда пришлось с 10-го снимать кормушки, мы знаем, что они еще не все съели. И наблюдаем теперь картину. Но мы в этом году пошли уже как бы с другой стороны, мы заметили, что 5 дней на последнее кормление им маловато. И мы дали 1-го числа для того, чтобы до 10-го они практически все съели. В наших случаях, по большому счету, почему еще не забрали? Потому что действительно им уже это может и лишнее. У нас ночи холодные, и из-за этих причин может какая-нибудь семейка и действительно просто по состоянию, может какой-нибудь отводочек, который мы не скоротели, может и сил не хватает, так как разная может ситуация быть. Так что различных как бы вариантов много, почему они не забирают в этот период. Вот я показал на примере. Все, друзья, на вопросы ответил, маточку открыли, тут все сделали. Сегодня будем опять трясти пчелу, но это уже снимать не будем. Потом уже посмотрим, через 3 дня откроем большое отверстие матки в первом отводке, и через пару дней посмотрим, приняли ее или нет. На этом буду заканчивать, с вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока. Продолжение следует...